Так, по ходовой сразу давайте вторая часть, вторая часть бурундуков, консоль та же остается фамиком, на NES я с ними разобрался, и осталось разобраться со второй частью на фамике. Пока секрет Джека, пока ни один вариант из голосования я не могу озвучить. Сарсом Пресенц, 93-й год, по-моему, а что получается, обе части Чип и Дейла вышли в один год, что ли? Фейтс Эдикт, здорово. Да, добрый вечер, Фейтс Эдикт, добрый день. Да нет, я бы не сказал, что остров для меня слишком просто. Так, тут по-моему тоже заставок нет вначале. Заставок нет. Ну давайте вторую часть тоже Дейла. Вот, заставка сейчас только появляется. Ну я думаю, сюжет нет смысла рассказывать. Еще одна мега популярная игра, которая у многих была в детстве. Кто каким-то образом прошел мимо нее в детстве, наверняка уже в годы эмуляторов ознакомились. Или флеш-картридж заказывали себе. Тут, в общем, Чип узнает, что Толстопуз сбежал из тюрьмы. Это повод, чтобы собрать команду спасателей вновь. Сюжет второй части закручивается вокруг сбежавшего из тюрьмы Толстопуза. После первой части он неплохо так огреб. Но все-таки удалось ему сбежать. И все наши бравые ребята начинают собираться вместе. Или новоделов, да, Кейма, верно. Как вариант тоже можно рассматривать. Мне будет сложно, если... Если когда-то снова мне придется взяться за первый остров. Мне будет сложно, ребятки. Потому что два дополнительных условия. Вообще-то полотенце это не чит. Полотенце, возможно, мне понадобится на стриме. А вот главное условие это пройти остров без мата. С листа переводит и личный поликонтору. Взять первых черепашек на Денде. Она ведь нелегкая на 150-ю игру. Я подумаю, Виталий. Точнее... Ребят, у меня пока есть определенный список. У меня в уме уже есть список, который я заготовил на 150-ю игру. Единственное, знаете, что я могу предложить? Когда мы с вами будем добираться до 200-й игры, я могу... С опаской, конечно, но... Могу, в принципе, посоветоваться с вами. Если... Если вы какой-то хардкор хотите на 200-ю игру, давайте... Давайте ближе к 200-й игре я с чатом поговорю. Кто со мной будет в эфире. Вы примете судьбоносное решение. Какие игры добавлять на голосовалку 200-й игрой. На 150-ю у меня определенный список есть. Дальше будет веселуха. Но, поверьте, список вас не разочарует. Одной консолью я не ограничусь. Будет в голосовании... Две игры на SNES. Будет в голосовании игра на FAMICOM. Игра на NES. И игра на SEGA Genesis. Пять вариантов. Ваш выбор решит, какая из этих игр получит право быть сыгранной 150-й. Ни одна игра мне не будет легкой прогулкой, серьезно говорю. Так что немножко терпения, ребят. Завтра все узнаете, увидите. Сильно рано постараюсь стрим не запускать. Скорее всего, попозднее выйду в эфир. Попозднее, чем сегодня. Здесь тоже эти предательские ящики есть. Уже. Криубир, здравствуй, Дмитрий. Приветствую. Некоторые, наверное, до сих пор не могут поверить, что я спустя больше двух недель вышел в эфир. Время слишком жестоко со мной. Время и обстоятельства меня не щадят, к сожалению. Можете воспринять это как оправдание, ребят, но... Время главная причина того, что я крайне редко выхожу в эфир. Ой, сразу еще один Костя зашел. Привет. Привет, Костя. Бердвиг Костя, если я добавлю, это... Это практически автоматический дроп. Сомневаюсь, что кто-то может на стриме пройти Бердвиг без паузы. Я еще раз напомню. Я никогда не буду использовать паузу в корыстных целях. Некоторые игры без паузы становятся... Да даже не некоторые игры, приличное... Приличное количество игр без паузы становится едва ли проходимым. Есть куча буллет-хелов, которые тяжело пройти без паузы. Есть некоторые арканоиды, которые... Ну, я не знаю, какая должна быть у человека реакция, чтобы адекватно реагировать на происходящее на экране. Какие еще примеры можно привести? Бердвиг, по сути, тоже игра, которая без паузы почти непроходима. Шторм Лорд на сложности Маньяк. Тоже почти непроходимая игра без паузы. И таких примеров, поверьте, наберется много. Если бы я получше изучил ретро-библиотеки разных консолей, я бы вам побольше примеров привел. Но с другой стороны, вот знаете, опять же, в чем заключается интерес? В том числе и в поиске хардкорных сложных игр. Мне когда-то понравилась идея Чинжера. Влад, когда еще стримил, загорелся идеей собрать топ самых сложных игр на Сегу Дженесис. Мне эта идея понравилась. К сожалению, у Влада тоже начались жизненные трудности. Ему пришлось отойти от стримов. Но вроде как он еще вернется. Будем надеяться, что Чинжер еще вернется на стримы. Один из самых скилловых ретро-стримеров, без преувеличения. И всегда спокоен, интеллигентный. В общем, скажу по-честному, Чинжер один из моих любимых стримеров. Очень нравится, как он играет, проходит. Пытается что-то рассказать про игру интересное. Очень жаль, что сейчас у него пока... со стримами не получается. Круто, тут оглушение персонажей сделали. Да, да, Евгений. Некоторые враги после первого удара получают головокружение. Типа, ну вот эти приколы из мультиков, когда что-то над головой какая-нибудь фигня появляется. Типа, он в неадеквате сейчас находится. Многие не могут поверить, что я спустя две недели вышел на волю. Вот здесь бонус-игра, кстати, прикольная. Ну давайте двушку попробую выбить. Отлично. Реакция джедая. Возможно, и личь так и есть. Но я конкретно с этими играми особо не брался, ребят. Поэтому... Могу только со стороны судить. Я видел, как Шторм Лорд проходят. Я видел, как Арканоид играют. Я видел, как Кулук проходил Бёрд Вик. Кьюберт. Тоже, кстати, сложная игра без паузы. Ну, у меня врождённая вот эта вот... Кстати, нас тут просят бомбу обезвредить. Давайте нет попробуем. А, я сейчас синий кабель выбрал. Гайка спрашивает. Готовы перерезать? Судя по всему, я угадал. Да. Бомба самоликвидировалась. Никто не пострадал. Как Кулук проходил, да, Фейцедик? Хороший, кстати, пример. Ну, Данила для себя решил так. Данила не посчитал зазорным проходить с паузой. Я никогда так играть не смогу. У меня никогда не будет такого, что я использую турбопаузу. Или, там, ставлю паузу в какие-то моменты, когда можно посмотреть обстановку на экране. Там, прикинуть, что можно сделать, какой следующий шаг принять. Пауза это не чит. Пауза это игровая механика. Тоже много срачей было по этому поводу. Ну, как можно считать читом официальную кнопку на контроллере? Это глупость, мне кажется. Так что пауза это не чит. А вот использование паузы, то, как ты ее будешь использовать, это уже для гораздо большей... В общем, гораздо больше пищи для рассуждений дает в этот момент. Какая классная музыка здесь все-таки, а? Я так скажу. Мне проще будет признать, что я не могу пройти игру, чем если я начну паузу использовать, чтобы облегчить прохождение себе. Вот почему я говорю, что Бердвиг, скорее всего, именно в моем исполнении это 98% что будет дроп. Есть мизерная вероятность, что каким-то чудом все пойдет по маслу и Бердвиг пройдется без паузы. Но я не знаю, как должны сойти и звезды, чтобы пройти эту игру без паузы. Так же, как и Штормлорд на маньяке. И еще куча... Куча шмапов. На максимальных сложностях. А как так второй полетел? Я чё, рано прыгнул, что ли? Это же язычный босс. Сейчас, ребятки, чё-то... Ну, опасненько, чё-то он меня поднапрёк. О, Данила, привет. Приветствую, Данила. Чё, как успехи с дополнением? Я сегодня наконец-то сам до стрима добрался, поэтому к тебе не успел зайти. Как тебе, Радикал Дриммерс? Интересная история была. Нормально сюжет дополняет или какие-то косяки есть? Данила сейчас скажет, нафиг я зашел, нифига он на меня накинулся. Значит, у меня две звезды с... Две звезды друг на друга выпали и в итоге так и не смог нормально выбить. Так что в этот раз без бонуса остался. Сполон человек харизма. Серёга многих отпугивает тем, что... Во-первых, он сильно нервничает. Сильно кричит на своих стримах. Во-вторых, он... Частенько использует маты. Я на себе понял, что... Мат на стриме отпугивает очень много людей. Ну, скажем так... Кто-то с детьми смотрит, да? Кому-то просто неприятно в меру воспитания там. Кого-то это отталкивает, что... Мало того, что человек агрессивный, ещё и нецензурную лексику использует. В общем, тоже палка о двух концах. Надо реально быть харизматичным стримером, чтобы... Во время использования мата тебя смотрело большое количество людей. Унылая, конечно, да? Всё-таки не особо, да? Ну, зато уже прошёл, как бы. Больше возвращаться не будешь. А мне Зекстер зареквестил, где пауза нужна. Ну, я посмотрю, Данила, чё это за игра такая. Я, если честно, её не проходил. Я только знаю, что она очень долгая. Вот этот Зекстер. Что-то 6 или 7 часов надо потратить, чтобы пройти. Музыка в канализации напоминает типичные русские песни поп-звёзд. Интересное сравнение, Кость. Насчёт турбокнопок Джека тоже много было. Срачей, споров. С турбокнопками немножко посложнее. Во-первых, они далеко не на каждой консоли есть официально. Знаю, что турбокнопки есть на турбографиксе. На NES. Вроде как некоторые модели Супер Фомиком или Супер Нинтендо выходили тоже с кнопками. С турбокнопками. Но, опять же, могу ошибаться. Но, если турбокнопки официальная часть джойстика, опять же, как их можно считать читом? Я не понимаю. Всё упирается в применение. Что турбокнопки, что кнопка паузы. Всё на совести конкретного стримера, конкретного проходимца. Тут интересный босс, кстати, по-моему, единственный, где вертикально экран поднимается. Я даже не могу припомнить игру, где есть боссы с вертикальным подниманием экрана. Кому-то мат просто не к лицу. Я и говорю, Криобир. Зависит от харизмы стримера. Замечательный. Босс выпивает самогон. О, ещё Митсуми Гатуру прошёл. Я, кстати, тоже хотел за неё взяться в ближайшее время. На каком джойстике играешь? Дуалшок четвёртый фаш. На четвёртом дуалшоке. Почти всё, почти всё, что пройдено в проекте, пройдено вот на этом геймпаде. Бельненький четвёртый дуалшок. Скотчем перемотано вот это неприятное место. Вот это место. Если здесь скотчем не перемотать, часто контакт с геймпадом теряется, и у меня просто пропадает управление в игре. Это неприятный момент. Поэтому пришлось подмотать маленько. На Митсуми Гатуру прикольная игра. Одна из моих любимых на фамике. Так что, думаю, Данила от неё-то точно в восторге остался. Да, Павелша, типа Куплинова. Хорошее сравнение. Шесть часов примерно, лангплей понял тебя. Есть такая фирма Хори, до сих пор делают геймпады с турбокнопками. Что, меня звёзды троллят? Я второй раз бонус не могу выбить. Чё-то у меня... С прицелом плохо стало. В Сонике есть, понял, Дэмиан. Водорнизация 99 уровня. Ну, это одна из немногих причин, ребят, почему мне четвёртый DualShock не нравится именно для игры на ПК. Очень слабое гнездо. И немножко оно как-то неправильно расположено всё-таки. Может, расположено оно и правильно, привычно в целом. Но когда я играл без скотча, очень часто у меня, даже при малейшем движении геймпада, выпадал вот этот переходник. Можно по блютозу подключить. Ну, Fates Edict у меня... Руки часто не доходят до многих вещей, которые можно было бы сделать. Надо было с синей изолентой, чтобы намертво... Не, Ильич, намертво мне не надо. У кого-то дикий тремор, у него палец дрожит быстрее турбокнопок. Считать ли это читером? Или читом? Особенности организма ни в коем случае нельзя считать читом. Видишь, Криобир, у кого-то... У кого-то чёткая реакция. Кто-то хорошо проходит сложные игры, да, связанные с таймингом, каким-то уклонением. И... Из-за этого же ты не будешь считать этого человека читером. Только потому, что у него реакция лучше других. Так же и тремор. Тремор это такая болезнь, что... Турбокнопки жмутся просто, я не знаю, там... с нереальной скоростью. Боксёр с четвермя руками? А такие есть? Блин, Перкин, вы меня прям такие вопросы интересные пошли. Так и хотите подловить меня? Адвориор, приветствую. Без смертей не вышло, давно не играл. В Митсуми Гатору есть пара подлых мест, где легко заруинить. Так что, Данил, ничего... ничего такого в этом нету, что ты там не прошёл без смертей. Меня там напрягают в Митсуми Гатору сосущие вентиляторы. Одно из самых напряжённых мест. Там от шипов надо успевать. Гора есть. Но гора это не боксёр. И гора, кстати, достаточно медлительный, насколько я его по фильму помню. Так что, боксёр из гора вряд ли хороший получится. Я немножко расточительно по времени играю, но вроде как... вроде как позволяет таймер, так что... пока маленько повыпендриваться можно. Да, третий уровень неприятный, два раза... на пятом умер. Ну, пятый тоже, Данила, тоже такой... Я Митсуми Гатору более-менее хорошо помню. У меня эта игра замастерена. Когда-то на стриме я её проходил вне проекта. Опасно сейчас оба значка взял. А что, время? Полторы минуты? Может, ускорится уже пора? Что-то я расслабленно играю. Ладно, пока. Вроде последний подъём остался. И живо есть, да, Сестра Гора, по-моему. А, всё что ли, конец уровня. Я чё-то думал, здесь побольше напряга будет. С учётом сбора всего. Ну, ладно. Ассоциации с тремором только в Варкрафте. У каждого свои флэшбэки, Зор. Третьей рукой можно под полотенчиком вытирать. Значит, чит. Я помню фильм, Зор. Помню этот фильм. Пора уже бонус выбить, наконец-то. Есть. О, вот этот уровень в детстве меня пугал прям. Как сейчас помню. Ночью, когда играешь на стареньком телевизоре с выключенным светом, зашторенное окно. Да, под одеялко помню, как залазил. 8-9 лет. Да, Total Recall прохожу для полной коллекции фамикомовские версии бурундуков. Пока, если честно, диких отличий не вижу. Пока только язык. Как я боялся здесь дверей, в которые кто-то ломится невидимый. Атмосферный уровень. Вообще, вообще атмосферный. Я сейчас немножко, кстати, соответствую ему. Что-то у меня дома какой-то мрак такой неприятный. Полумрак, я бы сказал. Считайте, что уровень в тему моей комнаты. Вот, ну. В детстве японка была, призраков из картин боялся. Да тут в Face Edict есть пара таких, да. Есть пара врагов, пара мест. Вот. Квартира 22. Кто-то активно ломится, кто-то ломится в 22 комнату. Жуткий момент на самом деле, неприятный. Какое чувство, вот ты поверху бегаешь, такое чувство, что этот невидимка обратит на тебя внимание и начнет за тобой охотиться. В общем, детская фантазия творила чудеса. Этот призрак неубиваемый тоже напрягал. Музыка классная все-таки. Забавно, как в портрете меняется, кстати. Пока свет горит, все так нормально. Только свет гаснет, в портрете какие-то черепа появляются. Сам портрет какого-то монстра становится. Блин, Капком обожаю просто. Капком наше все. Спасибо за счастливое детство тебе, Капком. Последняя игра, да, Данила? Сегодня четвертая игра по счету. Доведу до ума Чипы Дейлов, пройду фомикомовские версии. Мне они останутся только в кооперативе с Вором пройти две части в наш кооперативный челлендж. Бурундуков мы еще не проходили. А не было еще холиваров по поводу скотченной геймпаде. Такими не выпускаю. Тоже чит. Нет, Джека, такого не было. Со мной на эту тему холивар не получится развести. Я только с улыбкой буду это воспринимать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Не, всё-таки для меня это самый атмосферный уровень Чипы Дейля Тоже страшно так босс надвигается И пропадает уже в самом конце, когда свечи загораются Ой-ёй Когда будешь играть в 4-й улице Ярости Я не знаю, Аркаш По канону желательно пронести первые 3 части Ай, не сохранился второй Второй блок не сохранился Зря жадничаю, надо с ней поаккуратней всё-таки Я всё пытаюсь Ой-ёй-ёй, сердечко как замерло Я всё пытаюсь сохранить два вот этих вот Два оружия на экране Максон, страшные какие-то Страшные какие-то предположения Пишешь Есть, отлично Опять на одной хп Выручил тот факт, что 4 сердца было Так бы, может, минус жизнь Различия есть На боссе третьего уровня Расположение ящиков Не сильно, но понял, Виталь Спасибо, что сказал Вообще, интересный факт, на самом деле Интересно, сколько не проходил Сколько не смотрел Все равно хочется смотреть заново Потому что игра мировая Total Recall Есть игры, которые Грубо говоря, никогда не надоест играть Ты вроде сделаешь небольшой перерыв от них А все равно тянет Все равно тянет сыграть Страшно, вырубай Ничего, Гринга Уже до финала немножко осталось Так что, Данила, четвертая игра у меня на сегодня Планирую еще завтра Вечерком стрим запустить Посмотрим, что завтра будет Но если че, Зорг Фёстран Червя Джима Сто процентов Поставлю Если стрим будет Поставлю Фёстран Червяка И сделаю Его последним То есть Сначала че-то Попробуем В счетчик Попроходить А потом Сыграем В Червяка Джима Фёстрана По-моему, ты За монеты Чокоба Реквестил Вторую часть Уже забыл За что сердца прибавляют Да, Тотал За 50 50 значков Собираешь на уровне Дают Дают сердце Дополнительное Но там как-то тоже учитывается Там не сразу дают Надо 5 или 6 уровней Собрать По 50 сердец Чтобы получить Дополнительное Дополнительный Хитбокс Вот этот Ключи свет У меня пока Не получится Кость У меня Лампочка Сегодня Приказала Долго жить Сделала Это очень Подло Так Здесь 3 уровня На выбор Дается Но я пойду В принципе Так как есть Напоминаю Ребята Кто на Твиче Сидит Не забывайте Про монеты Чукоба Тратьте С умом Надеюсь На вашу Рассудительность На ваше Благоразумие Есть там Из чего Выбрать Уж поверьте Остальное Зависит От вас Крот Спрятался В последний Момент Видите Плохой Электрик Как работает Когда не знаешь Как обращаться С электричеством Видите Что из этого Происходит Ты начинаешь Выступать Проводником Через тебя Проходит ток Вы сейчас Этого типа Еще увидите Я думаю Ачивки Ачивки Это отдельная Тема Зорг Но Играть на Ачивки Я буду Вне Счетчика Если что Игра на Ачивки Совсем Другое Дело Ачивки Игра на Ачивки Даже если Я пройду Игру Она В зачет Не идет Ачивки Это Ачивки Это чисто Вызов Замастерить Игру К моему Проекту Ачивки Не относятся Поэтому То что Ребята Будут заказывать Пройти На ачивки Пополнять Мой счетчик Не будут Еще круто Было бы Тебе Сор Начать Эх Зорг Сколько Было бы Сколько Еще Крутости Предстоит Сколько Еще Всего Начинать Надо Мегамены Каслвейни Ниндзя Гайдена Только Одну Часть Прошел Малопопулярную На Геймгир Серия Игр Бонг Про Прикольного Пацана С Большой Головой Изучать Еще Очень Много Всего За Это Я Тоже Буду Частенько Вспоминать Ой Сейчас Грамотно Прыгнул Сегодня Разобрались С рестлингом От ЛГН Который Пошел В статистику На Фомикоме Он Не Выходил Поэтому Поэтому Второго Такого Рестлинга Не Будет Прошли Саюки Ворлд Второй Сейчас Разбираемся С Чип и Дейлами Доводим До Ума Две Части Тоже Больше Я К ним Не Вернусь В Своем Проекте Постепенно Ребята Постепенно Список Игр Пополняется Сегодня Вот Еще Еще Один Реквест Прошел Мне Только Дорваться До Эфира Мне Только Дорваться До До Стрима До Посиделок С вами Дальше Дело Техники Все Во Время Упирается Абсолютно Все Упирается Во Время Так Из Коридора Выкрути Там Где Не Критично Меня Я Немножко Неправильно Выразился Дим У меня Не Лампочки А Светодиодные Вот Эти Нового Образца У меня Такие Только Здесь В спальне Так Б Я Конечно Сдел Уже У меня Такие Я Я даже Потом Покажу Даже Потом Если Хотите Покажу Если Еще Видно Будет Конечно Контра Форс Была Да Зорг Я ее Проходил Второй Игрой Или Подожди Или 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 Первой Короче Контра Форс Была Одной Из Первых Игр Которые Я прошел В своем Проекте Можешь Посмотреть Таблицу Кстати Если Никита Еще Здесь Никита Спасибо Тебе Огромное За то Что Ты Привел Таблицу В Такой Красивый Вид Я еще Раз Напомню Ребятки Никита Следит За Таблицей Реквестов Никита Оформил Вообще Все По Красоте Спасибо Никита Отдельное Тебе Скиньте Пожалуйста Ребята Ссылку В чат Кому Не Трудно О Никит Спасибо Еще Раз Никита Тебе Отдельная Благодарность За То Что Довел Таблицу До Ума И В Реквест Эдф Ты Сделал Так Как Я Как Раз Хотел Для Реквест Эдф Заноси Все По Отдельности Ну То То Есть Так Как Ты Сейчас Делаешь Допустим Ой Ой Допустим Негатив Заказал Ган Наг На Дф Е Просил Егор Петров Ты Все Правильно Оформил Реквест Егора Петрова Отдельно В эту Таблицу Заноси Ну И Также То же Самое Касается Остальных Игр Так Что То Водитель Вагонетки Из меня Не Очень При То Что Я В Шахте Уже Почти Десять Лет Отработал Придется Еще На Права Вагонеточные Сдавать Что У Меня С Ездой Пока Не Очень Отлично Ой Вот Опять Охота За Пап Поднять Кружки Смотрите Опять Какие-то Бочки Похожие На Бочки Из-под Пива Надо Команду На Нее Типа Таблица А Что Разве Нет Узор Порох Написано Порох Я Знаю Димана Ну Неразрушаемую Детскую Фантазию Я Всегда Думал Что Это Выпивка Все Параллельную Парковку На Вагонетках Заваливаю Параллельная Парковка На Вагонетках А я Кеймыч Недавно Завалил Пересечение Двойной Сплошной На Вагонетке Есть Готов Фокусник Потрясающий Голос У Дианы Не знала Такой Порой На разных Стримах Узнаю Что-то Интересное Ну Я Стараюсь Просвещать Данди Стараюсь Просвещать Своих Дорогих Зрителей Людей Которые Мне Не Безразличны Стали Я же Со многими Ребятами Уже Как Не знаю Как С родными Некоторые Ребята На стримах Несмотря На то Что Они Находятся За сотни За тысячи Километров От меня Некоторые Ребята Реально Стали Чуть ли Не Как Лучшие Друзья Интересно Какой-то Информации С вами Поделиться Интересно Почитать Что у вас В жизни Происходило Какие-то Забавные Моменты Может У кого-то Какая-то Трагедия Случилась От этого К сожалению Тоже Никто Не застрахован В общем Стримы Потрясающая Вещь Прямые Эфир Это Просто Я не знаю Тем более Если Вот этот Электрик Кстати Горе Электрик Который Не знает Как правильно Провода Держать Ее Сейчас Проскочил Так На Тоненького Могло Задавить Ребята Волнуются Переживают Были Те Кто Спрашивал Куда Пропал Да Там Почему Так Долго Стримов Не Было Это Тоже Конечно Приятно Все Приятно Когда Приятно Когда Твоя Деятельность Пользуется Спросом Вот так Вот И Когда Эта Деятельность Направлена Не В одни Ворота Да То есть Я не Сам По себе Сижу С Какими То Ботами А С Живыми Людьми У Которых Свои Проблемы Свои Какие То Заморочки Стримы Частично Это Психология Я По крайней Мере Так Позиционирую Многие Ребята Я Ничего Сразу Скажу Сразу Честно Скажу Я Не Вижу Ничего Плохого Когда Ребята Приходят Не Посмотреть На Игры А Допустим Просто Просто Охота Поговорить Им Или Послушать Кого То Я Ничего Против Этого Не Собачатина Пошла Вон Во Гранд Стори Ты Не Задумывался Еще Когда Примерно Хотел Пройти Фейтседик Ты Помнишь Что У Меня Седьмой Финал Случилось Я Смогу Нормально Играть Дж РПГ Когда У Меня Появится Куча Свободного Времени К сожалению Никаких Других Вариантов Не Дано Дж РПГ Занимают Неприлично Большое Количество Времени От Пятнадцати Грубо Говоря До До Ста До Двухсот Часов В Агран Стори На сто Процентов Ты сам Прекрасно Знаешь Что Это Такое Это Нью Гейм Плюс Это Поиск Серебряного Ключа Золотого Платинового Посещение Всех Локаций На сто Процентов Драка С Со Скрытыми Боссами Дико Дико Сложные Подземелья В которых Враги Тебя Чуть ли Не Ваншотят Независимо От того Насколько Ты Полоску ХП Прокачал В Агран Стори Это Очень Интересная Атмосферная Игра Но Чтобы В нее Погрузиться Как я так Задел Сейчас Так же Как и Файнал Фэнтези Нужно Обладать Огромным Количеством Свободного Времени Я Я бы С Удовольствием Погрузился На 100 На 200 Процентов Сколько Там Можно Получить Но Отсутствие Свободного Времени Дает О себе Знать В итоге Седьмую Финалку Пришлось Временно Заморозить Когда Примерно Возьмусь За нее Снова Это Большой Вопрос Так Что Дж РПГ Это Такая Тема Которая Очень Болезненная Для меня К сожалению Жаль Ботов Забанить Нельзя Почему Максон Легко Можно У меня Кейма Вроде Где-то В чате До сих Пор Если Что К нему Обращайся Алексей Бывает Заходит Яна У них Тоже Есть Возможность Помахать Мечом Есть Такие Стримеры Которые Все Время Молчат Не Общаются Ни С кем Потом Удивляется Что Так Мало Народу Благодаря Стримам Узнал Что У меня Есть Близнец И то Что Мы С ним Старики Разбойники Игра Топнут Для Стрима Такое Себе Опять же Кинслейер Смотря Как Ты Будешь Преподносить Конечно В Агран Стори Хватает Мрачных Подземель Таинственных Есть Там Такие Локации Которые Не То Что Скучные Я Б Сказал Они У Ни Какая-то Своя Атмосфера Свой Шарм В Агран Стори Да Надо Играть С Погружением Чтоб Конкретно Сел И По Ходовой Начал Оружие Собирать Разные Маги Учить Техники Карту Открывать Сюжет Читать В Агран Стори Очень Сильная Игра На Пс Одна Из Моих Любимых Кстати Тоже На Сто Процентов Не Проходил Не Открывал Всю Карту Потому Что Мне В Лесу Какие-то Локации Оставались Непонятно Какие Победим Двигателями Да Кстати Жека Точно Как тут РТР Не Вспомнить Когда Когда Кто-то Играет В ЧПД Грех Не Вспомнить РТР Двигатели Как раз С этой Игры Пошли Все Собрали Три Ключа Три Отмычки От Логова Толстопуза Прорываемся На финальный Уровень В лесу Там можно Долго Бродить Да Лес Ошибок Не Прощает Немножко Странная Локация Она Запутанная До Невозможности Этот лес В лесу Карту Рисовал В блокноте Особенно Знаете В лесу Какие Локации Напрягали Где Не Вверх Вниз Можно Проходить А Развилки Есть еще Вверх Вниз Вправо Влево Там Я Голову Прилично Поломал Но Лес На 100% Карту Я так И не Открыл В свое Время Ори Не Могу На 100% Пройти 1-2% На карте Не Могу Открыть Понял Тебя Зорг Кстати Недавно Бен Играл Но Я Не знаю Проходил Он На 100% Или Что Осталось Конвейеры Наши Любимые Многие стримеры делают свои дела и смотрят стрим Да Тоже верно Я же говорю Мотивация у людей абсолютно разная Заходить к тому или иному стримеру Кто-то хочет какую-то игру для себя посмотреть Какие-то тактики на боссов Кому-то приятно просто в компании стримера посидеть пообщаться Ему вообще на игру может быть пофиг Каждого свой повод Ой-ой-ой Страшные птицы вот эти Еще напрягает, что они бесконечно спамятся О, сейчас еще детей своих начали носить Птица, что ты делаешь? Ты же мать Успокойся, птица Карту леса на листочке рисовал Я не знаю, кинслейер, у меня Ну, я играл в Агрант Стори, когда мне было где-то Я сейчас даже точно не вспомню Ну, уже в достаточно сознательном возрасте По-моему, в годы учения в техникуме Играл я в Агрант Стори Как я не пытался этот лес понять? Так у меня ничего и не вышло Так и не смог в этом лесу разобраться Вообще страшная локация В этой игре О, вот здесь, кстати, тоже такой напряженный момент Не успел ящик взять Ладно, не буду тогда выпендриваться В конце значков много дадут Ой! Здесь ящики даже неплохо так защищают от этих шариков Вчера Бэныч прошел на стриме первых охотников за привидениями Понял, Слав, понял Там вроде не сильно напряженная игра Вот опять же, кстати, я еще ни одних охотников за привидениями не проходил в своем проекте Их не то, что много было, но Повыбирать есть из чего, на самом деле Кстати, я заметил Очень редко кто на стриме играет Охотников на мега драйве Не знаю, почему так сложилось Что-то Редко у кого ее видел Точнее, еще не видел ни у кого Есть каналы на ЖРПГ Почти всегда они стримятся Зрители привыкли А кто почти никогда не стримил Начнет 90% Офигеет Да, Кинслейер, согласен И как у нее горит с тебя Что она в тебя Своих детей швыряет Вообще жуть, Зор Вообще жуть На самом деле не страшно Один раз понять Но вот мне этого раза И не хватило как раз Чтобы понять Карты рисовал Вроде Alien 3 на NES Скриповая Особенно, когда кончался таймер Чужие вылуплялись Чужих никаких не играл Что это за магия, ребята? Что это за магия? У меня почти 150 игр пройдено И до сих пор Почти ни одну игру Из популярных франшиз Так и не взялся Такое, наверное, только я умею Ну, конечно Кто еще будет Проходить Малоизвестный рестлинг От LGN Alien 3 топчик Брат с тобой не согласится Кстати, Диман Охотники на СМС Отлично играются Если понять геймплей Ну, кстати, можно в ритм музыки Подвигаться Сбегаешь, играешь во всяких Китти Ну, Зорг, меня тоже можешь понять Мне чем-то надо свой проект пополнять Если я сейчас Если я сейчас всю годноту пройду Представь, как будет зрителям тяжело На одну дичь смотреть Надо как-то разбавлять Вот сегодня рестлинг прошел Из дичи Потом взялся за реквест Сейчас заканчиваю с Чип и Дейлами Нетленная классика NES Famicom Все должно как-то в меру быть Единственное, Зорг, могу тебя успокоить В том плане, что Разборок еще много предстоит Разборок еще очень много предстоит Благомир, приветствую Привет, Благомир А у меня сегодня Второй стрим за июнь Я прям своих зрителей балую стримами Еще раз извиняюсь перед всеми, ребят Прошу прощения за то, что Настолько редко Удается выходить в эфир Что-то игра тормознула Я немножко тайминг сбил Благомир, ты как, кстати, хук посмотрел? Я проходил хук на NES У тебя, кстати, Благомир Освободился один слот для реквестов Можешь зайти в группу Написать какой-нибудь реквест Подумай хорошенько, какая игра тебя интересует Ну, если вообще есть желание, конечно Также это касается других ребят От каждого принимаю по три реквеста Если что-то прошел Можете добавить новую игру Можете подождать Когда я все ваши реквесты пройду И потом опять сразу пачкой закинуть Прощай извиняться Еще давай на колени встань Если я встану на колени Вы кроме моей головы Ничего не увидите Даже мои освободятся Не знаю, Димана, не знаю У меня сейчас Около 150 реквестов Я серьезно говорю Кто Никита скидывал ссылку на таблицу Никита скидывал ссылку на таблицу Там есть отдельная тема с реквестами Можете посмотреть, посчитать Кто заказывал, что заказывали На ачивке нет, Джека Пока никто не реквестил На ачивке пока никто реквесты не кидал Кент, здорово Кстати, Ильич, красавчик Не надо на колени Бурсид же Вы что, ребята Хотите, чтобы у меня бурсид развился? Все, отлично Одна из лучших игр на NES с Фомиком Все-таки Чип и Дэл Это просто Нетленная классика Никогда не надоест играть в нее Так что Джека на ачивке Пока никто не реквестил Малость несправедлива У кого-то Прошел игру Они добавляют новое Опять проходишь У кого-то Я не спорю, Кинслейр Есть Есть доля несправедливости В этом плане Но Я изначально принял это решение И сейчас менять будет Менять это решение Будет еще более свинский поступок Нет, Зорг Я постараюсь в июне Еще пару игр на ПК пройти Завтра Завтра будет Фёстран второго червя И будет Еще пара игр Я надеюсь А в следующий раз Скорее всего На ПК что-нибудь пройдем Спасибо Посмотрел Хука Молодец Что не стал плохих вещей Про игру говорить Многие ее чуть ли не худшей Игрой на Денде считают Ну нет, Благомир Явно нет Явно не худшая игра Хотелось игры на Sega CD Увидеть Скажу честно Хаосин Надо маленько Еще с настройками Поковыряться У меня OBS Studio Почему-то не видит Kega Fusion Kega Fusion Это самый оптимальный Эмулятор Для Игр PC Engine Почему-то В OBS Studio Он у меня не отображается Но на Sega CD Тоже хватает Интересных игр Спасибо Ребятки Спасибо Не понимал Зачем после финального Босса Бонус с жизнями Приятное дополнение Как бы Слава Я помню Про твой реквест Утины истории Я себе записал Надо кстати Никите сказать Чтобы в таблицу Закинул Или он уже Закинул Не помню Сандерс Здорово Здорово Сандерс Редкое явление Когда Вижу тебя У себя на стримах Пройдешь Все реквесты От всех по три А потом Все могут Новые залить Я не знаю Кинслейер Но надо как-то Да Наверное Все таки Походу Это один из тех Немногих Сейчас я запись Стопану А то у меня Продолжается Все ЧПДЛ Вторые пройдены Редактор субтитров Редактор субтитров